Всем привет! Вышло новое DLC ограбление казино, добавили новую машинку багги Nagasaki Outlaw. Сейчас мы ее купим, затюним и в конце проверим ее на трассе на скорости. Доступна эта машинка по двум ценам, это оптовая цена и стандартная. Оптовая цена вам открывается после того, как вы будете использовать данную автомобиль в казино ограблении. Если же вы ее не брали в казино ограблении, то у вас она будет заблокирована и будет только стандартная цена. Заранее вам скажу, что данная тачка не стоит своих денег, так что не тратьте бабки попросту. Так, ну что ж, приступим к нашему тюну. Двигатель, тормоза и все остальное прочее по стандарту, по-быстрому прокачиваю. Так, все, основное вроде бы все бронь, я на нее не буду ставить, смысла в этом я не вижу. Кстати, у нас тут такая прикольная смотрится вид у нее, даже магнетушитель есть. Так, что у нас по раскраскам, сразу перейдем к раскраскам, ну они походу стандартные. В принципе, как и в том предыдущем баге внедорожники. Так, ладно, заморачиваться сильно я не буду, я возьмем обычный какой-нибудь такой камуфляж. Что у нас тут с белым есть? Да, пусть будет это. Так, номер, номер, давайте свой номер по-бырику поставим. Общая краска, основной свет. Будет матовый. Ставим красный, дополнительный свет. Металлик. Так, где это вот? Белый-белый хочу. Белый. Дяной белый. Так, с окраской все. Ну вот, в принципе, весит тюн, ребят. Ну, не считая того, что можно заменить. Тут фары, колеса, ну давай колеса еще глянем, что здесь. Так, если это у нас вездеход. Стандартная. Можно поменять. На любой вкус. Это уже сами смотрите. Так. Цвет колес. Естественно, красный. А нет. Давай белый. Давай сделаю белым. Ну, где же, где же. Слушай, а что-то я белого цвета не увидел. Не понял, я его пролистал. Действительно, белого не нашел. Ладно. Фиг с ним. Сделаем красным. Так, шины. Улучшенный дизайн? Нет. Дизайн шины. Да. Вот так вот. Ну, тоже на любителя. Тоже можно свой цвет добавить. Покрышки желтые. Так, давай. Красный дым. 19 тысяч. Неплохо, да? Фары неоновые. Так, цвет неона нет. Расположение. Да что такое? Спереди, сзади. Короче, везде. Теперь можно выбрать цвет. Looking good. Да, действительно, looking good. Вот такую вот прикольную машинку. В кавычках вы получаете за больше, чем миллион. То есть, потратить на нее столько денег. Ну, гуляя. На ворстоке продается похожая тачка. А, нет. Не похожая. Ну, блин. Ладно. Забудем. Проехали. Тему про ворсток. Красный. 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 Красный у нас будет стоить 53 тысячи. Все. Вот наша машинка и затюнета. Затюнингована, точнее сказать. Ну, теперь перемещаемся на трассу. И сравним ее с другим вездеходом. Тоже баги с предыдущего обновления казино. Что посмотрим. Что у нас на машине-то все покажут. Я не тестирую на других трассах, да. Там, где неровности. Специально есть трасса для внедорожья. Я просто хочу посмотреть ее скорость. За сколько она преодолеет по прямой мою трассу. Так как предыдущая баги, которую выпустили, да. Ну, вот была в ограблении. Если кто забыл, то ее нужно было угнать у Мэри Уэзер, по-моему. С военного какого-то... С военных учений. Вроде как-то так там. При прохождении ограблений казино. Возможно, я ошибаюсь, но примерно плюс-минус расклад где-то такой. И тогда, когда вы ее угоняете, используете ограбление, у вас на нее получается оптовая скидка. То есть вы можете ее купить по оптовой цене. Так же, как и эту тачку. Но так как я уже давненько не проходил эти ограбления, у меня по оптовым ценам уже ничего такого нет. Очень туго едет. Считаем, минута 9 секунд. Ну, то, что я увидел. Да, действительно, даже минута почти 10 секунд. Ну, сейчас для сравнения посмотрим с предыдущей баги. Так, в этот раз я решил полностью не обрезать. То есть полностью проехать этот раз. От начала до конца. Обычно, когда сравниваю со второй машиной, в таком длинном видео я обрезаю. Получается, я показываю только конечный результат второй тачки. Я просто на 100% уверен, что эта машинка побьет предыдущие баги. Ну, то есть новую тачку, которая сегодня вышла. Если, конечно, с РУКСТАР ничего не подфиксили. Так как, я думаю, все знают, что они любители тихаря изменить скорость автомобилем. То есть бывает такое, что заходишь на машину, которая не ехала, бля, начинает ехать. Те, которые ехали, перестают нормально ехать, да, или же, ну, фиксят скорость. Ну, в принципе, это тоже не ахти. Но все равно, 56 секунд, в отличие от минуты и 9 секунд, разница, я так скажу, очень и очень велика. Ну вот, ребят, все вы сами увидели. Так что делайте выводы сами, стоит эта тачка ваших денег или нет, уже решать только вам. А всем всего хорошего, до новых встреч, пока-пока, увидимся в следующих видео.